Но затем праздник распространился по всему городу. Ветеранов чествовали в парке на проспекте Победы и в комплексе Салют Победа. Но новой точкой стала высотка на улице Бресской. Там на фасаде здания появился гигантский портрет героя войны Александра Ильича Радимцева, чей подвиг описывается в современных учебниках истории. Арт-объект возник с легкой и талантливой руки художника-монументалиста из Новосибирска Марины Ягоды. Ее почерк уже известен оренбуржцам по работе «Познание» на фасаде лицея номер 5. Портрет получился ярким, теплым и загадочным. Его масштаб сегодня оценила наша Екстрина Киселева, а также выяснила, сколько лет Радимцеву на портрете и почему на груди у него только одна звезда. Я взяла закатные цвета. Как все герои уходят в закат. Есть такое выражение. Марина Ягода взяла теплые закатные цвета и фото Радимцева в самом рассвете лет и сил. На снимке Александру Ильичу 34 года. Великое отечественное еще не началось, но наш земляк уже побывал в Испании и в итоге был награжден своей первой звездой героя. Мне очень понравилось, когда он молодой, у него есть такая фотография, он прям как будто киногерой там. И вот это ощущение в расцвете лет, оно мне очень понравилось. Это ощущение жизни. То есть моя работа, она не о войне. Там нет красок войны вообще. Она о жизни, о жизни после войны. Чтобы рассказать эту историю Марине потребовалась неделя и около сотни баллончиков с краской. Художник говорит, в этот раз творить ей даже погода помогала. Морально поддерживали и жители многоэтажки, которые с замиранием сердца следили и за хрупкой девушкой, что творила под самыми облаками, и за красотой, которая рождалась прямо на глазах. Дай Бог, чтобы всегда так было. На тех домах раскрашивали, но не иероглифами какими-то. Лучше такие подарки. А это наш дом? Это наш дом. Мы рады, что заслужили такой подарок. Наш земляк. Мы очень гордимся, низко кланяемся за победу, за все, что для нас сделали. Мы будем чтить этого родимцева и будем помнить всех героев. Именно для этого стрит-арт и создавался. Масштабная работа стала частью акции «Помним, гордимся, чтим». И она просто не позволит забыть подвиги нашего земляка. Уверен, что жители города Оренбурга или кто будет проезжать по улице Родимцева, особенно подрастающего поколения, конечно, будут спрашивать своих родителей. А кто это? Кто это на фасаде дома? Что это за человек? Я уверен, что каждый оренбуржец расскажет, что это наш земляк, великий патриот, великий человек, который жил в сложную эпоху, но это герой, на которого мы с вами все должны равняться. Надо сказать, одна фотокарточка изменила не только один единственный дом. Благоустроили и территорию вокруг. Здесь привели в порядок тротуары, проложили свежий асфальт на въезде, избавились от незаконно установленных киосков и вот-вот установят освещение. Так что финальным штрихам сегодня радовался весь район. Получился двойной праздник. Яркий и трогательный, как и сам портрет. Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немного даже удивился. До чего, что прежде не было во сне. Екатерина Киселева, Станислав Доминов. Наше время.